всем привет сегодня поговорим о требованиях на качество сборок для авторов которые выкладывают их на нашем сайте значит ну одним из главных требований является чтобы сборка была работа работающей чтобы к ней было приложено скажем так нормальное описание ну и желательно контрольная сумма значит здесь вот нам автор предложил скачать его сборку вот я в качестве примера это у нас евгений заринбурга он предлагает ссылку для скачивания с яндекс диска попадаешь на яндекс диск только видишь почему-то сборку не формате изо сборку еще почему-то и за архивированную раром почему понять я не могу скорость скачивания но скажем так на довольно таки медленная потому что у меня средняя скорость скачивания практически отовсюду идет где-то там порядка там четырех пяти там мегабайт в секунду здесь как видите скорость очень низкая может быть на это влияет скажем так на и то что на сборка была за архивирована раром не знаю но посмотрим вот для примера просто покажу с того же яндекса на выход на скачивание сборки значит у меня это выглядит вот таким образом есть папки куда человек может зайти на любую сборку есть мэйт есть крыска да можно зайти вот на стабильную сборочку вот сюда значит ну первое значит есть текст есть контрольная сумма значит и сам образ и сам образ значит вот когда человек нажимает на скачивание зачем сборка когда сам по себе формат изо это уже скажем так сжатый формат зачем еще она была запакована в рар вот сие для меня скажем так не совсем понятно так что от автора ждем значит подробного ответа а также вот наткнулся на интересные сообщения этого автора оптимизации настроек операционных систем линукс ubuntu debian для работы с твердотельными накопителями вот посмотрите на как может отдельно выдернутое сообщение из контекста абсолютно значит изменить смысл вот он пишет интересная моя статья где я рекомендовал использовать расширение extension 3 а вот он пишет для твердотельных накопителей нужно как нужно оказывается extension 4 так вот контекста заключается вот в чем что если у вас на жестком диске не твердотельно а нормально значит располагается сразу две операционные системы мне для этого снова пришлось даже винду поставить вот посмотрите десяточка у меня то чтобы они понимали друг друга и чтобы программа акронис работала как на винде так и с флешки и чтобы акронис видел раздела жесткого диска в формате значит линуксовском акронис понимает только extension 3 extension 4 он уже не видит что в винде есть хорошая программа для бэкапов называется на акронис но к сожалению она не видит разделов отформатированных в extension 4 и поэтому приходится идти на компромисс а если вы хотите чтобы у вас значит программа акронис нормально работала вот в принципе значит поэтому я всегда иду на компромисс если у меня значит на жестком диске стоит две операционные системы причем как видите о твердотельных дисках я вообще не говорю у меня вопрос то нет он мне не нужен мне хватает и обычно жесткого диска я за скоростями не гоняюсь вот а вот так вот вырвать из контекста и написать такое сообщение ну подумаешь вот он рекомендовал а значит вот здесь нужно вот так вот ну значит он не прав ничего подобного ничего подобного значит поэтому всегда когда читаете какие-то комментарии будьте скажем так критически настроены к любому сообщению не только сообщению значит евгения но и к моим значит всегда переосмысливать это для себя творческие но никто вас за это казнить не будет вот таким вот образом ну ладно дождемся все-таки когда сборка закачается долго это дело но тем не менее посмотрим может удастся нам понять почему сборка была запакована формат рар еще раз хочу обратить ваше внимание вот посмотрите какая скорость значит от 370 там до 1200 где-то вот так она плавает вот даже до полутора добегает наконец-то побыстрее пошло а так шло где-то там 500 700 там 300 вот да где-то вот такая вот скорость значит в чем там дело я не знаю почему потому что сейчас мы скачаем эту сборку и потом с того же яндекса а так значит вот различия я вам уже дал значит у меня имеется значит во первых написание к сборке имеется контрольная сумма сама сборка а мало того у меня еще имеется три видеоролика к этой сборке то есть человек просто не парясь может на скачать эти видеоролики и посмотреть о том а как настраивается данная сборка вот таким вот образом то есть это относится вот к моей стабильной сборке который мне очень нравится 17.2 значит но тем не менее посмотрим чем же все это дело было вызвано какими такими на телодвижениями ну вот скачивание сборки заканчивается последние секундочки пошли ну давайте посмотрим в папочке что у нас тут получилось так что это такое и с чем ее едят ну здесь вот я просто возьму даже вот так вот распаковать сюда распаковался ну давайте зайдем в папочку посмотрим что здесь есть контрольная сумма есть значит легко проверить вот контрольная сумма вот контрольная сумма и сейчас мы ее посмотрим вот здесь контрольную сумму вот контрольная сумма ну вот посмотрите пошли первые чудеса контрольная сумма здесь указана вот такой а здесь она указана вот такой то есть абсолютно разные контрольные суммы значит автору минус контрольная сумма указана неверно ну всегда легко все проверяется значит берется виртуальная коробочка то есть вот как видите контрольная сумма это вот меню значит загрузки видно что автор сделал значит скорее всего по рекомендации Андрея Овчарова то есть сделал сам стартовый меню значит скажем так и нажмем вот на бутле в систем нажмем на Enter образ грузится очень долго в чем дело значит непонятно ага ну вот что-то там вроде бы пропищало ну давайте посмотрим может что-нибудь появится а по крайней мере звук был так ну давайте глянем и джим да не буду я его запускать не надо а давайте посмотрим хорошо что сборка эластичная работает нормально так ну первым делом давайте посмотрим значит всегда я смотрю значит информацию о системе обычно здесь всегда бывает вот параметры системы и обычно в самом низу вот на системе версии Цинамон 3.19 версии 2.86 так ядрышко тут как говорится там написано жесткие диски там ля ля тополя ну все понятно ну ладно в принципе сборка запускается оба запускается и как говорится уже это хорошо автор потрудился сделал значит вроде бы как нормальное меню такое загрузки ну поглядим что так языки англосика русская так ладно вот у него загрузка центрального процессора показывает ну я предпочитаю иконочки виджет ну это скажем так на любителя ладно что это у нас тут такое это у нас похоже броузер так но ну давайте посмотрим присутствует здесь скажем так программа которую я всегда смотрю это программа для бэкапов программа систем бак набираю я сис программы это я вообще не вижу то есть чем создавать нормальные стабильные как говорится бэкапы тут вообще непонятно но зато есть вот программа ремастра сис может быть скорее всего автор пользовался ею значит для создания скажем так бэкапа ну скорее всего вот здесь установить ринук спинца на вон 17.3 я не вполне уверен ну давайте посмотрим ну насколько я понимаю значит вопрос к автору опять таки вот здесь будет устанавливаться официальная официальный дистрибутив линукс минт 17.3 цинамон или все таки это будет устанавливаться авторская сборка потому что допустим ну хорошо вот человек записал эту сборку на флешку вот он с нее загрузился там она эта сборка человеку понравилась вопрос к автору на сборке как он эту сборку запишет на раздел жесткого диска при помощи какой программы для большинства пользователей которые знают уже так сказать мои сборки и так далее они уже знают что записать сборку на жесткий диск пожалуйста запускается программа систембак перед этим можно программой джипарти там разделы разметить и значит уже размеченный раздел жесткого диска программа систембак ставит сборку здесь непонятно что потому что вот здесь запускается официальный образ а сама вот эта вот сборка то как ей пользоваться описания к сборке нет никакого то есть люди практически им будет непонятно а как же допустим установить эту сборку на раздел жесткого диска вопрос скажем так на засыпку то есть опять таки значит этот вопрос не освещен поэтому вот понимаете как видно что человек делал сборку старался значит а какие недочеты недочет номер один значит для меня остается абсолютно непонятным зачем было изообраз запаковывать допустим формате RAR значит и давать на него ссылку гораздо по-моему проще было бы просто напросто взять дать ссылочку на папочку сейчас я закрою это дело вот показываю автор дает ссылку по которой попадаешь вот сюда вот она в принципе человек может и сам там выбрать что там ему скачать и так далее показываю значит вот скажем так еще раз по ссылке значит с нашего сайта человек попадает вот сюда тут несколько папок значит попадает он в начале вот скажем на Яндекс.Диск и уже на Яндекс.Диске он значит может выбрать любую сборку которая ему нравится или там программа и скачивать вот он допустим пошел сюда и вот он нажал на сборку ИЗО и начал ее качать вот смотрите давайте проверим как это дело будет происходить с другого облачного хранилища которое расположено как говорится не в России а черт не знает где в Новой Зеландии но посмотрим какая у него будет скорость скачивания нажимаю на паузу отменить полностью убираю все ну вот смотрите на Меги вот Linux и цена скачиваем стабильная сборка вот изообраз вот оно нажимаем загрузить пошла стандартная загрузка показать ну будет покажет так так вот из-за облачного хранилища расположенного черти знает где в какой стране посмотрите какая скорость идет 5,8 мегабайт в секунду в 5 там в 6 там в 7 раз быстрее и вместо того чтобы там на Яндекс.Диске надо было ждать 45 минут чтобы скачать сборку а здесь вот оценочное время скачивания 5 минут вот вам как говорится и весь сказ поэтому значит всегда обращайте внимание на скорость скачивания вот значит к Евгению значит остается у меня значит вопрос такого плана что же значит устанавливает программа установить linux.min.sonamon.17.3 ставит он официальную сборку или сборку конкретного автора вот а если нет то как установить сборку автора допустим на жесткий диск компьютера второе значит контрольная сумма не совпадает это просто безобразно этого быть не должно вот и все таки какое-то там описание небольшой файлик readme должен быть к сборке образцы файликов таких можете взять у меня или у Сергея Тимченко мы кладем такой файлик не в каждую папочку но скажем в основные папки по крайней мере вот я свои сборки с санамоном я такой файлик стараюсь выкладывать вот вот таким вот образом поэтому значит я хочу еще раз подчеркнуть что вот автор он скажем так несет ответственность за качество своей работы и если человек допустим пишет что вот там сделал какую-то сборочку там кто-то изменил выложил ссылочку ну так извини меня и будь ответственным за это дело выложи свой обратный адрес как с тобой связаться по скайпу по значит таким по мылу потому что допустим у нас сборочки посмотрите-ка сюда сейчас я вам покажу вот пожалуйста у меня дан скайп у меня значит это самое дано мыло значит пожалуйста со мной связаться-то можно я никуда не бегаю а так если что-то будет непонятно чтобы люди могли позвонить спросить им проконсультироваться и так далее то есть я с одной стороны могу приветствовать желание человека значит что все-таки человек сделал свою сборку значит первое написать чем сборка сделана программа систембак или программа ремастер сис дальше как сборку а неофициальный образ установить наш русский диск компьютера то есть должна быть подробная нормальная инструкция а еще лучше можно просто давать ссылку на папку и там чтобы автор еще выложил и видеоролик о том как ей пользоваться человеку чтобы было еще проще значит и понятнее как использовать значит как производить установку там сборки на жесткий диск как настраивать там то все пятое десятое то есть вот таким вот образом поэтому значит для авторов которые в дальнейшем будут свои значит пытаться выложить ссылки на свои сборки без скажем проверки такое больше мы допускать не будем не будем просто потому что я не хочу чтобы люди попросту тупо теряли время значит на работу значит со сборками которые скажем так еще сырые я скажем так ну выражаюсь мягко ну человек у меня любой должен понять как это дело будет осуществляться первое только mail.ru не допускает чтобы на него закидывали файлы размеров больше 2 гигабайт остальные хранилища допускают пожалуйста образы в формате изо никаких там раров дальше если контрольная сумма образа и образ не совпадают значит сборки тестироваться дальше вообще не будут потому что это идет трата времени у нас сайт авторов много поэтому цените время и плюс значит придется привлечь опытных пользователей у нас такие есть люди которые занимались конкретно тестированием авторских сборок потому что у Евгения есть положительные моменты вот просто сделано хорошее меню входа то есть видно что человек поработал не стандартное меню загрузки от программы систембак а значит вот нормальное а куда потом у него эта программа систембак подевалась ну извиняйте непонятно вот понимаете вот мелочи поэтому автор он несет ответственность за то что он делает поэтому вот пожалуйста Евгений зайдите к себе вот сюда вот значит и пока ссылочку вот эту вот уберите пока не доработаете нормально свою сборку чтобы она соответствовала сказать нормальным человеческим критериям а это не придирка сайта вот чтобы человек мог попасть на папочку чтобы мог скачать любой файлик чтобы образ был в формате изо чтобы контрольная сумма и сумма образа скаченного совпадали какой-то ну минимальный должен быть все-таки набор скажем так мелочей и внятная толковая инструкция а еще лучше значит сделан там один или два маленьких там видеоролика объясняющие особенности значит этой сборки как она значит ставится на раздел жесткого диска вот и все то есть внятно понятно и на русском языке значит людей у нас которые будут проверять чужие сборки у нас значит имеется определенное количество вот поэтому значит вот таким вот образом все другие авторы я вот сейчас попрошу администратора чтобы все те кто предлагает значит скачивать свои сборки значит все эти авторы значит просто были на время заблокированы пока их сборки не будут скажем так нормальным образом проверены ну ладно значит практически этот видео урок я посвятил тому какие требования мы предъявляем к авторским сборкам это не придирки это просто нормальные требования соблюдайте их я вам даю гарантию что ссылки на ваши сборки будут вот здесь вот тогда нормальными и действительными и все будет у вас нормально ну ладно желаю всем удачи пожелает выложить ссылочки значит вот такие вот ссылка должна быть на облако на папку где можно найти и посмотреть значит файлик в формате изо файлик контрольной суммы md5 сопровождающий файлик читать или readme как называют его образцы можно взять у Сергея Тильченко у меня ну и желательно хотя и вовсе не обязательно но чтобы было сделано такой небольшой короткий значит видео экскурс по особенностям сборки и как она ставится на раздел жесткого диска значит если хоть одно из этих требований будет не соблюдено то смею вас уверить что следующее значит предложение так завтра дальше контрольной суммы не пойдут вот таким вот образом оцените свое время но цените и время наше потому что просто порой бывает обидно тратить свое время на такой вот пустопорожнее как говорится работу ну ладно желаю всем всяческих удач и успехов и прошу придерживаться значит указанных критериев критерии для производства видеороликов также даны в моих видео значит в разделе программе Simple Screen Recorder программа для записи с экрана и там в программе редактор OpenShot там требования именно по тому как делать видео в высоком качестве нормальным и так далее то есть как видите везде есть какие-то определенные критерии и надо стараться их придерживаться тогда у вас все будет сделано качественно ну ладно еще раз значит благодарю за внимание и до новых встреч